итак ребята всем привет вы на канале буран гараж 35 это очередной боже приехал на ему квадрик rm 500 еще первых годов выпуска по моему это год у нас 2014 ну брать не буду но примерно около этого как сказал хозяин вот и проблема у его приехал он сюда обездвиженным то есть мотор не запускался так как сел аккумулятор вот все аккумуляторы и хозяин до чего датырка у его получается стоит у нас здесь релюшка стартер на и на стартером на реле сгорел предохранитель пред я поменял но 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 что происходит то есть вот такая ситуация то есть не хватает аккумулятора но если подержать кнопку подольше он как бы крутит крутить и сразу же на табло загорается лампочка то есть аккумулятор долго не буду крутить потому что потому что помимо того что он крутит у его сразу греется и плюсовой силовой провод и минусовой силовой провод то есть что 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 я думаю то есть когда он привез когда привез аккумулятор был аккумулятор был как бы ну такой там 11 с копейкой было я его подзарядил то есть аккумулятор вчера был весь день на зарядке 12 4 то есть нормально напряжение держит напряжение держит но один фит не может прокрутить стартер вот предположение моё что нету массы на моторе то есть на раму есть и через раму передается масса на уже на двигателе из этого у нас получатся плохой контакт до этого он был на ремонте не на ремонте короче получается ему делали парни кто занимаются машинами в автосервисе в автосервисе и дело вообще электрик так скажем то есть у него заменили статор на этом статоре пробила у нас катушку заряда то есть генератор генератор у нас трехфазный то есть да выходит три контакта из него из этой фишки как это все дело померять домашних условиях да кто например будет делать это также то же самое делается на ну на cf когда на любой технике то есть что например на буране на тайге без разницы на любой технике как проверить генератор включаете на включайте цешку на режим прозвонки затыкаем в любой пин здесь фишки и тыкаем на корпус звонится то есть первая обмотка вторая обмотка звонится и третья обмотка третья обмотка соответственно тоже звонится что это обозначает то есть катушка катушка освещения до на генераторе все три обмотки пробиты на корпус на корпус они не должны звонить они должны звонить вот в этой фишке между собой все три она корпус ни одна не должна звонить то есть ребята правильно вычислили что генератор не работает то есть я им привез запчасти покупали у меня я им привез новый генератор они поставили генератор но и заодно сменили ремень вариатора ремень вариатора поменяли вот что получается что получается и после ремонта после ремонта хозяин проехал ну буквально чуть-чуть у его просто-напросто сел аккумулятор и он до чего дотыкал что даже даже сгорел предохранитель перегрел полностью проводку и сгорел плавки предохранитель сгорел на реле стартера и вообще перестала все полностью работать поэтому план действия какой добраться до стартера благо он сверху его видно то есть но все равно вот эту крышку откручу доберусь до стартера и надо проверить но мне надо найти массу на моторе то есть найти массу на моторе и почистить ее первоначально снял корыто здесь вообще все на колхожем есть крепеж короче не должен крепеж и вот такие под шестиграничек быть да и включаться на вид должны до под шестиграничек быть скорее всего но тут уже все все везде все везде стоят обычные болтику вот и что я увидел то есть парни кто делал вот она масса скорее всего она где-то здесь должна быть она болтается так и это наверно будет у нас одна из причин почему не заводится сейчас прикручу ее обратно прикручу обратно и прозвоню еще раз генератор взяли цешку да на режим снова на режим прозвонки и вставляем в любой пин и на корпус двигателя вот так должно быть то есть на корпус она не звонится а если то есть я уже все потыкал да а если господи одной рукой это вообще просто ужасно все пацаны буквально секундочку секундочку то есть если вставить два пина между собой ну то есть любые да в этот вот они между собой все обмотки звонятся они так и должно быть она корпуса но не должно не должно звониться так убедились что у нас генератор в порядке генератор в порядке значит зарядка с генератора должна идти и скорее всего ну как я и думал аккумулятор садился только из-за того что у его не было хорошей массы на моторе поэтому прикручиваем массу и пробуем запуститься мясо на месте пробуем покажу такая история уже повеселее но все равно показывает что показываешь что акклиматор севший так по мерам тут что у нас приходится что пищи не вижу плюсовую клемма так у нас 1230 1229 до посадками или не держит аккумулятор или не держит аккумулятор что идет такая просадка и жена попробовать еще плюсовую клемму почистить просто-напросто на это на снятие карбюратор этот аккумулятор скорее всего дохуй то есть он зарядку держит но у его нету ну нету силы то есть пускового тока током нету подсоединил скинул со своей машиной аккумулятор подсоединил проверил искру колпачок колпачок здесь говнище куда-то кинул там уже все выработано и ну крути то есть свечу выкрутил и свеча сухая у нас да и почему скинул ну проверял да скинул шланг с бензонасоса насос качает то есть карбюратор полный топлива на свеча суха такого не может быть компрессия как бы наем есть а потом мы обратим внимание да там вот видите карбюратор то отвалился хорошо ну тут подергал карбюратор не подергал когда полез холостого прикрутить немножко и этот самый карбюратор отвалился карбюратор прикрутил но сейчас я буду снимать сто процентов его надо помыть почистить помыть почистить зарядка идет то есть тут даже кстати я сначала не заметил тут даже этот вольтмет есть то есть с этого аккумулятора он сейчас уже начал запускаться на запустились с автомобильном зарядка идет 13 5 показывает все нормально и вторая проблема камурочи что-то вариаторе чему-то писец вариаторе скрипит трещит будем скрывать вариатор вариатор скрывать то есть карбик снимем заодно сейчас по моему карбик карбик свечной колпачок свечу думаю на вот сказать хозяину то есть ну блин не знаю как показать вам но там вот это за это штучка куда свеча вставляется получается вот там его нету никакого фиксатора поэтому сейчас делаем ладно первую причину устранили первую причину устранили это ладно запасаться стал это хорошо уже крыл я и сторону вариатора то есть ремень все как надо новый но вариатор надо прикручивать вариатор прикручивать и блять верх пацаны верх идиотизма как бы да то есть я привез парням новые прокладки прокладки стоят но не дешево вот вот это вот именно это и получаться с той стороны они в районе в районе грубо говоря 800 900 рублей по-моему или в это или то не помню точно или это или то там 1200 и верх идиотизма сука нахуя их на герметик садить еще она новая прокладка она бы была бы уж на то есть да как бы я понимаю еще и и при герметить можно но нафига новую прокладку придерживать это блять и но идиотизм получаться так то есть вот у меня получилось но не получилось снятие прокладочка порвалась снимал рой аккуратно подрезал подрезал канцелярским ножичком но все равно снять не получилось ладно тоже да вот ребята обслуживают вариатор зачем браться за ту работу но которую ты как бы не тот самый не занимаешься занимаешься машинами технику вот будут ремонтировать люди кто немножко хотя бы понимать не вариатор но обслужили да помыть надо хотя бы тут весь картер помыть тут помыть то есть как был вот вся мазута все там все как было так она и осталось тут ничего не помыто то есть ничего не смазано открутили прикрутили ремень поменяли все нахуй иди отсюда все пиздец вариатуру вижу отвалилась старик или наш с лишь со шлицевой суть его втулка дистанционно так она снимает ремень кручен открутить разобрал полностью вариаторы открутил и что мы тут видим ну я открутил чтобы помыть то есть картер от пыли вот от этой вот абразива то есть пыль от ремня это грубо говоря парни это абразив наждачка только что она мелко но она все равно нормально и стира вот соответственно здесь все отмыть помыть отмыть в тазик уже положу обслужить нормально вариатор как оно должно быть то есть разобрать полностью все отмыть и собрать все на место обратно сейчас у меня открылся доступ то есть меня хозяин попросил еще ножку подвески сделать ну как я предполагаю что тут наверно хана кардан вот так не должно шевелиться я не знаю видно вами не не видно но задний кардан как бы мертво стоит передней считается но это посмотрим это чуть попозже вот здесь немножко поплавился пластик от глушителя попробую феном строительным но это все погреть и немножко выправить обратно потому что когда работа от вездеход и воняет даже пластмасса горит все на проволочке поэтому тут наверно предыдущий хозяин что-то вот это наверно не заводской я думаю что точно не заводской завод бы так не сделал хотя сделано все отвратительно просто убого сделано вот на этих квадроциклах на первых римовских это сырой квадроцикл на самом деле и покупать их парни я бы не советую вам римовские которые квадроцикл уже более свежего года те да те можно уже покупать они немножко хотя бы уже доведены до ума а вот эти первых которые годов выпуска это четырнадцатый год отвратительное говнище все сейчас показывает что нечего показывать от мой по моим соберу обратно уже соберу обратно и там будет видно чем будем дальше делать итак ребятки следующий день следующий день приехал в гараж и сразу не переодеваясь думаю дай покажу пока пока мысль в голове то есть вчера я все отмыл этот просто так еще то есть от мы по обслужим все помазано и этот вариатор ведущий тоже все отмыто все обслужено и вчера я еще когда разбирал когда разбирала меня привлекло внимание что тарелка так болтаться значит и не обратил внимание я как бы снял я да и потом у нее смыть но сейчас уже у нее смыть помыл и вчера в руках покрутил вечером блять не должен так быть как это так тарелка садится никто как бы она вот то есть она должна как-то крепится наш лицевой по сути дела то есть стоять жестко и вот так вот не болтаться то есть она вот как бы но это бессмысленно и и вот получается ну как собираться это все дело так где в . . . . . потом садится вот эта часть ну я соберу сейчас без этого без варианта вот так и берется гайкам она это все затягивается да она как бы в принципе когда вот эта гайка зажата тарелка будет стоять ровно но она ее короче не зажать все равно будет так сильно она будет прокручиваться потому что у ее нет уж лицевой и тарелка будет иметь биение и скорее всего скорее всего нет гайка не от этого открутилась гайка не открутилась потому что не затянули ток так но если то есть не зря тут не зря тут сделано шлицевая до конца то есть вот на эти шлицы что-то должно садиться да то есть вот это вот это шлицевая вот это шлицевая понятно она для вот этого колка вот это шлицевая должна быть для этой тарелки здесь никакой шлицевой уже нету но есть плохо камера фокусироваться конечно но есть поверьте на слово есть следы от шлицевой то есть ямки небольшие вот а все остальное как будто такое чувство как будто вот это отверстие расточена на токарном станке такое у ощущение но просто так бесследно как бы до обвал от обвала обшлицевала вот это шлицевая не могла так сточить то есть тут уже старый хозяин приложился до руки и это скорее всего сто процентов проточена на токарнике но следов от кулачков тоже нету но значит может аккуратно просто зажимали потихонечку обжали и проточили то есть получаться получаться опять 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 вездеход завис завис пока не будет у нас пока не будет у нас короче тарелку на покупать новую закажем тарелку будем ждать тарелку как то так сегодня сегодня обслужил карбюратор но все он будет готов грубо говоря только ждем вариатор быстренько его потом собираем и все можно можно ему уезжать подвеску подвеску сказал в клиент пока не будет делать покатаются если все нормально все нормально ему мотор понравится как работа как едет вездеход то то будем делать подвеску были вчера подвернул ножку очень сильно болит очень сильно болит в некоторых случаях до слез ладно буду переодеваться не буду показывать как карбюратор мыть не часто сложного там нету разбираешься моешь и собираешь воздухом продуваешь собираешь обратно то есть как придет тарелка соберем соберем до кучи ну и чем может еще поснимаем все парни как видите квадрик у нас уехал благополучно все сделалось то есть пока что подвеску не стали дела сделал только диагностику написал списочек хозяину поэтому он уехал вот как-то так на этом будет парни все подписывайтесь на канал не пропускайте новые выпуски делитесь с друзьями подписывайтесь на нашу группу вконтакте все парни всем удачи всем пока катайтесь не ломайтесь